Книга «Открытым оком», тема Святая Библия, 14 том, вопрос, 2871. «Зачем Гедеон два раза искушал Господа шерстью? Неужели веры не хватало?» – отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. «Слишком велика была опасность выступить на борьбу с врагом, многократно превышающим числом. Как худо бы не было, но жить продолжалось. Перебивали зерна на Мякину, но были живы. В войне же теряли и жизнь. Да и Бог Иегова не каждый день разговаривал с людьми, и потому хотелось чем-то необычным убедиться, что именно Бог гарантирует победу. И Гедеон за это не осуждается. У него не было уверенности, что именно Иегова пойдет с ним и даст полную победу». Книга Судей, 6 глава, 39 по 40 стих. «И сказал Гедеон Богу, не прогневайся на меня, если еще раз скажу, и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса». Искушение Бога Гедеоном не было предосудительным, и потому он упоминается среди героев веры. Псалом, 94, 9. «Где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое». Евреям, 11, 32. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне». Стихотворение. «Благословение Божие повсюду. Его нетрудно видеть, ощущать. С ним ночью демон спящих не погубит. Оно на всем незримая печать. Как зачинается, растет под сердцем плод. Без воздуха, в воде, на пуповине. Там, в невесомости, он, каспанав, пилот, и не размокнет, хотя плоть из глины. «Благословен Господь, помог бы осознать. Его величие и зла мыслы о людях. Бесценный человек, рабам же есть цена, в зависимости от того, каких Господ полюбим. Пищеварение, отходы из панья, сочувствие и ненависть к худому. Все чудо Божие. О нем в салмах поем и правим путь до пристани, до дому. Когда еще я даже не родился, не совершил и крестного знамения, определилось жить ли мне дебилом, а эгофреном редька хрен в замену. «Благословил Создатель Иегова. Подняться с четверения к вертикально. Не раз попытки начинают снова, а может только наступил на грабли. Посеянное восходит и растет. Услышанное с Библией сравню. Кто подмешал смертельный яд на нем в мед?» «Кто подмешал смертельный яд нам в мед? Определяем то на зрение, слух и нюх. Вкус помогает ощущение телом. Определяем бросить или взять. Приблизить к смерти или оставить целым. И этому нас учит благодать. «Неоспоримо я благословен. Возвышен на природой, всею тварью. Сидящего в аду Иисус пленяет в плен. Спасение вечное с любовью нежно дарит». 2005 год. Игнатий Тихонович Лапкин.